Можно еще два слова? Вот Олег сказал сильные слова по поводу честной архитектуры, но этими благими словами выложена дорога в уничтожении исторической архитектуры. Каждый застройщик, заходя на эту территорию, говорит, гнилушки нам не нужны, давайте строить современную и честную архитектуру. Я вот дома, готовясь к сегодняшнему нашему мероприятию, выписал себе на листочке, если позволите, я сидя, зачитаю те моменты, которые с моей точки зрения при всей критике, при любой критике 130-го квартала, я считаю неизменным, мощным, позитивным его результатом. Первое. Мы перенесли внимание с вопроса о сохранении памятников регионального и федерального значения, которых по пальцам можно пересчитать, на сохранение фоновой деревянной исторической застройки. То, что раньше вообще ни за что не считалось, просто брос, мусор и подснос. Сейчас эту тенденцию, вот этим проектом, повторяю, какой бы он ни был, со всеми его недостатками, эту тенденцию удалось переломить. Второе. Мы доказали, что исторические здания могут быть привлекательными для инвестиций. До этого нам инвесторы говорили, ни под каким предлогом. Якубовский вообще издевался, в лаптях будете ходить, и коровыслами воду носить. И все территории по разрабатываемой тогда проектной документации максимально старался зачистить под новую застройку, поскольку лоббировал всегда, сидя на своем месте, мэра интереса строительного комплекса, который воду туда и подсадил. Третье. Стали привлекательными для инвесторов диапазон возможностей извлечения прибыли из реконструкции исторических зданий. И сейчас люди, на которых мы рассчитывали, которые не стали вкладывать деньги в реконструкцию в этом месте под жилье, и, может быть, были правы, сейчас говорят, ребята, мы готовы вкладывать деньги, мы хотим вернуться из своих загородных коттеджей и жить в городе, в своей усадьбе, отреставрированной, со своим участком земли. Вы разрабатываете комплексные проекты реконструкции следующих кварталов под жилье, и мы готовы формировать компании, потому что ясно, что один туда не пойдет. Нужно заходить туда целые стаи инвесторов. Мы готовы формировать такие группы и комплексный реконструктор под себя любимых. И слава богу, потому что главное, чтобы в результате историческая застройка сохранилась. Я считаю, что все-таки были отработаны механизмы формирования консолидированного бюджета. Механизмы, о чем Сергей Юрьевич сегодня рассказывал. Очень сложные организационные работы, которые втягивались заказчики, девелоперы, инвесторы, проектировщики. Втягивались в решение совершенно конкретной задачи сохранения исторической следы. Это была очень, очень непростая задача. До этого Сергей Юрьевич сказал, что никто никому не верил и ни в какие отношения не входил. Это очень сложная работа, которая возможна только на доверии, потому что об этом тоже было сказано. Люди начинали работать под честное слово. И это очень непростая ситуация, чтобы городскому и областному руководству под честное слово люди доверяли свои бизнесы, свои деньги и так далее. Еще одно, с моей точки зрения, очень важное достижение. Этим проектом было доказано, что центр города Иркутска, от 120 тысяч расчетных на предыдущих генпланах до 600 тысяч расчетных на нынешнем этапе, может развиваться не в логике современного строительства и тотальной зачистки под новые объекты, а в логике регенерации исторической среды. Принципиально другой видение, принципиально другой подход. Не новые объекты, какие бы они ни были, должны возникать, и мы их должны с нетерпением ждать. А вот организация среды, системы пешеходных пространств с максимальным озеленением, с частной собственностью на хлочки земли и с частной недвижимостью, воспроизводящей исторический облик. Нет, я не боюсь того, что исторический облик любимых мной деревянных домов будет воспроизведен. Плевать мне, в конце концов, это историческое дерево, срубленное 120 лет назад, или это сегодня срубленное такого же диаметра. Мне главное, чтобы стоял дом, чтобы декор уникальнейший, не уничтожался, в том числе и нашей службы, и нашими экспертами, которые говорят, типичный декор. Вот сейчас, буквально три дня назад, я выяснил, что наши коллеги из Красноярска занимаются тем, что выводят иркутские объекты, а наши коллеги из Иркутска занимаются тем, что в Красноярске выводят из реестра памятника. Ну как, вот так перекрещиваются, этих здесь не поймают, а тех там не прижимают, потому что прижиматели далеко. Вот с этим надо разбираться, чтобы сохранить историческую среду. Ну и фактически впервые, честно говоря, впервые целенаправленно было создано общественное пространство. До этого, в течение предыдущих 15 лет, общественное пространство в городе Иркутске только уничтожалось, застраивались всевозможными способами, чем угодно. Впервые целенаправленно было сформировано общественное пространство, причем мы поставили себе задачу перетянуть сюда вот гуляющую публику с бульвара Гагарина, праздно шатающуюся и так далее. И мы это сделали. Действительно, здесь сегодня визитная карточка города Иркутска, самый мощный трафик гуляющих и отдыхающих людей. Спасибо.